Дом номер 19 по улице Роза-Люксембург еще задолго до аварии был непригоден для проживания. В 2008 году во время проведения текущего ремонта к жителям обратились представители строительной компании, которые предложили снести их дом и построить новый. Они сказали, что ремонта не делайте, ничего не делайте, то есть у вас в течение буквально года-двух мы расселим. Потом началась вот эта непонятная какая-то Тигромотина, то они нас сносят, то не сносят, то документы, то строим, то не строим. И все кормили завтраками там год, там может полгода, так тянулось, тянулось. Три соседних дома застройщики все же снесли, а всех жителей переселили в новый жилой дом по улице Бакинской. Жителям 19 дома повезло меньше, для них не хватило квартир. Поэтому новый дом под красивым названием «Жилой комплекс Лидер» для них начали строить рядом со старым. Однако лидер сразу стал отставать в сроках, превратившись в банальный долгострой. Все было бы ничего, если бы на «Розы Люксембург-19» строительная компания не приобрела пару квартир на верхнем этаже в собственность. Это 10-12 квартиры, которые они абсолютно не присматривали, квартиры бесхозные, в них неоднократно были бомжи. Наряды милиции приезжали, их забирали, выкидывали, все заявления в Ленинском РУД все эти есть, сам лично писал. Здесь, по-моему, два раза был пожар, кто-то бросал окурки, горело. Жильцы постепенно стали разбегаться, кто-то влез в ипотеку, другие просто сняли жилье в другом месте. Кому некуда было уйти, остались жить здесь. Далее все развивалось, как в пословице. Огонь прошли, следующее испытание – вода. Какие-то ушлые ребята сняли батарею отопления, видимо, чтобы сдать во вторчермет. Полдома залило кипятком. Сергею позвонила жительница соседнего подъезда. Он приехал и не поверил глазам. Кипяток просто уничтожил его собственность. По поводу протечки, вчера приезжали на ряд милиции, они писали заявление, просили. Я им написал встречное заявление, что нас провело, просим принять меры, чтобы приняли какие-то меры к Абрамову. Так что квартиры бесхозные. Вы представляете, вот простая ситуация. Сейчас какие-нибудь неизвестные залезут, газ подведен, те квартиры под газом. Они откроют газ и дом разнесет в клочья. Полиции нам сказали, что занимаются поиском собственника квартиры, главы строительной корпорации, который за 12 лет так и не удосужился исполнить обещанное. А теперь просто уничтожил и без того ветхое жилье. За это время сменилось много управляющих компаний. Ни одна из них, зная, что дом назначен под снос, не вкладывалась в различные виды ремонта. Сейчас ситуация наколена до предела. Жить в доме просто невозможно. А куда и как переселить жителей, никто пока не знает. Людей снесли и нас заселили дураков, чтобы на стройке мы работали. Бесплатно им пахали из-за этой квартиры. Думали снесут или чего, или всю жизнь жили. Думали за нашу работу, за то, что за копейки работали. Снесут и квартиры остались в дураках. Новая управляющая компания, пришедшая в этот дом в ноябре, постепенным устранением бедствия заниматься готова. Энергетики и сварщики готовы работать, дом уже частично отапливается. Однако простого обслуживания дома уже мало. На данный момент мы пришли по обращению, у нас была аварийная ситуация. То есть по аварийной ситуации мы обязаны отреагировать. В министерстве энергетики заявили, что будут готовить документы на администрацию города, чтобы та признала дом негодным для проживания и пристроила, наконец-то, непрекаянных жителей «Роза Люксембург-19». Большие надежды все ведомства, как и жители, возлагают на полицию, а горе застройщик, так щедро раздававший обещания в 2008-м, должен, наконец-то, ответить за свои слова и поступки. Пройдут ли последние испытания жителей, так сказать, медными трубами и чиновничьей бюрократии, мы узнаем чуть позже. Улправда следит за ситуацией. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Улправды ТВ. Новости Улправды ТВ.